В детском саду под номером 55 в Сухово-Дерябьевском микрорайоне настоящий праздник. С нового учебного года учреждения начнут посещать еще 20 малышей. Во время летних каникул сотрудники не отдыхали, а занимались обустройством дополнительной ясельной группы. В помещениях сделали косметический ремонт, закупили новую мебель и игрушки. На ремонт с городского бюджета было выделено полтора миллиона рублей. Очень символично, что в 2013 году мы открываем 13 группу. У нас здесь был зал лечебной физкультуры, кабинет массажа. На данный момент кабинет массажа у нас оборудован в другом помещении, тоже уютным, теплым. А лечебную физкультуру мы, естественно, обязательно будем проводить для ребят, но в спортивном зале. У нас там будет составлено расписание определенное, и все ребята с ортопедической группой будут посещать эти занятия. Новая группа уже полностью готова принять малышей. Подобраны специалисты, которые займутся воспитанием детей. К слову, это учреждение не единственное в городе, где к новому учебному году была подготовлена дополнительная группа. На базе 63-й школы также открыты две группы дошкольного отделения, рассчитанные на 42 ребенка. Несмотря на то, что условия для детей в детских садах города ежегодно улучшаются, никакой дополнительной финансовой нагрузки родители не понесут, по крайней мере в ближайшее время. Могу однозначно заявить о том, что с 1 сентября никакого повышения платы за детские дошкольные учреждения в нашем городе не будет. Да, у некоторых других областных центров такая тенденция наметилась, есть принятые соответствующие решения, но мы совместно с депутатами городской думы однозначно стоим на страже интересов наших жителей. Поэтому никакого повышения оплаты с 1 сентября не предусмотрено. Всего в этом году должно появиться порядка 700 мест в дошкольных учреждениях. Значительно сократить очередь в детские сады получится только благодаря строительству новых дошкольных учреждений. До конца этого года в Иванове откроются три детских сада в микрорайоне Московский, на улице Вележской и в пограничном переулке.